Белки шелка Вместе с пищей в организм шелкотряда попадают различные белки. Вспомним, что белки — это сложные полимеры. В органах пищеварения происходит расщепление белков на аминокислоты. В состав белков входят 20 видов различных аминокислот. Мы их показываем фигурами разной формы. Аминокислоты попадают во все клетки организма. В клетках желез, вырабатывающих шелк, аминокислоты соединяются в другой последовательности. Образуется новый белок — шелк. КОНЕЦ Пройдет год, появится бабочка. И отложит яйца, грену. Вновь разовьются гусеницы и снова начнут окукливаться. Но что интересно, из поколения в поколение строение белков в шелк остаётся неизменным. Значит, в клетках организмов сохраняется наследственная способность к синтезу специфических белков. Только совсем недавно ученые нашли пути к исследованию процессов, происходящих внутри клеток. Клетка — чрезвычайно сложная система. Синтез белков связан с определенными структурами клетки. Эта проблема впервые была решена в опытах с вирусами. Под электронным микроскопом вирус, поражающий бактерии. Бактериофаг. Тело его состоит из нити ДНК, одетой белковым чехлом. Что же несёт наследственную информацию? ДНК или сам белок? Белок фага — метили радиоактивной серой. ДНК — радиоактивным фосфором. В поражённых фагом клетках обнаружили только радиоактивный фосфор. Это значит, что в бактерии проникает только ДНК фага. Здесь молекулы многократно удваиваются. На этой стадии ДНК можно увидеть с помощью электронного микроскопа. Затем ДНК фага строит белковый чехол из аминокислот бактерии. Этот опыт доказывает, что информацию о строении белков несут молекулы ДНК. ДНК — очень сложные, гигантские молекулы. Это структурная модель небольшого участка ДНК. Но мы будем рассматривать ДНК на упрощённой схеме. Вспомните, молекулы ДНК состоят из четырёх видов нуклеотидов, которые отличаются азотистыми основаниями. Каким же образом в ДНК записана информация о структуре белковых молекул? Проведём опыт. Одной группе гусениц шелкопряда дадим обычные листья тутого дерева. Другая группа получает листья, смоченные раствором 5-бромурацила. Это вещество изменяет состав ДНК в клетках шелкопряда. Часть стемина заменяется другим азотистым основаниям. Повлияло ли это на состав белка шелка опытной группы шелкопряда? Современные методы позволяют определить содержание аминокислот аминокислот в белках. Аминокислотный анализатор показал, что в шелке опытной группы произошли изменения. Этот и другие опыты доказывают, что последовательность аминокислот в белках зависит от последовательности нуклеотидов нуклеотидов в ДНК. Обнаружить ДНК можно специальным окрашиванием клеток. Зеленое свечение показывает, что ДНК сосредоточено в ядре клеток, в хромосомах. А где же происходит синтез белков? Познакомимся с одним из методов решения этой проблемы. Пищу мышей смачивают жидкостью, содержащей радиоактивные атомы. Из тканей подопытных мышей взяли клетки и разделили их на отдельные фракции. Ядра, митохондрии, эндоплазматическую сеть, цитоплазму. Каждую из фракций исследовали на радиоактивность. Самой радиоактивной оказалась фракция, содержащая эндоплазматическую сеть. На поверхности мембран эндоплазматической сети располагается огромное количество рибосом. Это дало основание считать, что синтез белка идет на рибосомах. Так выглядят рибосомы под электронным микроскопом. В дальнейшем мы будем показывать их условным значком. Бактерии размножаются и растут с удивительной быстротой. В период роста клетки особенно активно синтезируют белки. В это время в них обнаруживается большое количество рибонуклеиновых кислот РНК. Специальным красителем РНК окрашивается в оранжевый цвет. Посмотрите, как их много в растущих клетках. Это позволило предположить, что рибонуклеиновые кислоты активно участвуют в биосинтезе белков. РНК по своему составу напоминают ДНК. Три вида азотистых оснований у них одинаковы. И только вместо тимина у РНК урацил. перед синтезом белка на одной из цепей ДНК синтезируются молекулы рибонуклеинов кислот. Происходит как бы считывание информации заложенной в ДНК. Информация о строении белка одного вида дает участок ДНК называемый геном. РНК переносящие информацию о строении белков назвали информационными. Попробуем синтезировать белковые молекулы вне клеток организма. Соберем в пробирке бесклеточную систему из аминокислот, вмеченных радиоактивными атомами, информационных РНК и рибосом. Проверим, идет ли синтез белка. геном. выделим все полимеры в осадок. Теперь проверим осадок на радиоактивность. Осадок не радиоактивен, белки не синтезировались. значит, в системе не хватает каких-то компонентов. В последние годы было обнаружено, что в процессе биосинтеза участвует еще один вид рибонуклеиновых кислот. Это сравнительно короткие молекулы, состоящие из 70-80 нуклеотидов. Они переносят аминокислоты к месту синтеза белков. Это транспортные РНК. Добавим их в нашу систему. И снова проверим осадок на радиоактивность. Нет, синтез не идет. Почему? Для того, чтобы привести систему в действие, ее нужно активировать. Для синтеза необходимы ферменты и энергия. Счетчик фиксирует радиоактивность осадка. Значит, в системе собраны все компоненты, необходимые для синтеза. теперь выясним, как закодирована структура белковых молекул в молекулах ДНК. Можно ли предположить, что отдельный нуклеотид определяет положение одной из аминокислот в молекуле белка? Нет, нуклеотидов всего 4 вида, а аминокислот 20. может быть, разными комбинациями нуклеотидов по 2 закодировано расположение аминокислот? Нет, таких сочетаний только 16. количество комбинаций из 4 по 3 вполне достаточно для кодирования всех аминокислот в белках. Такие тройки нуклеотидов назвали триплетами. Как же был расшифрован триплетный код? В бесклеточную систему в качестве информационной РНК поместили урациловые триплеты. Какие же аминокислоты присоединятся к ним на рибосомах? Присоединился фенилаланин. Когда был взят полимер, состоящий из ряда урациловых триплетов, синтезировалась белковоподобная цепочка только из фенилаланина. При другой комбинации нуклеотидов в триплетах получили полимеры, состоящие только из валина. Теперь вспомните, что информационная РНК точно копирует структуру ДНК. Это позволило установить, каким триплетам ДНК соответствуют определенные аминокислоты в молекулах белков. Так был расшифрован триплетный код ДНК. Дальнейшие исследования подтвердили универсальность триплетного кода ДНК для всех живых организмов. Рассмотрим основные этапы синтеза белков в клетке. На первом этапе происходит активирование аминокислот. Получив энергию, они с помощью фермента соединяются с транспортными РНК. На втором этапе транспортные РНК переносят аминокислоты к месту сбора белковой молекулы. Третий этап синтеза. Один из триплетов транспортных РНК соответствует триплету информационной РНК. Благодаря этому аминокислоты выстраиваются в определенной последовательности. Между аминокислотами с помощью ферментов и энергии возникает химическая связь. шаг шаг за шагом происходит наращивание белковой цепи. на четвертом этапе синтеза молекула приобретает объемную структуру. Между несколькими белковыми молекулами обычно возникают химические связи. Биологический синтез белка окончен. Биосинтез белка является одной из важнейших проблем современной науки. чuyorsun плохо отклонyt болавона натю너 elder желаю чудо itted бог знаком him с любим сегодня